МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире передача «Опасная луна» и я, ее ведущий, Михаил Чудаков. Когда обыкновенные люди начинают говорить об альпинистах и походах в горы, то почему-то чаще всего вспоминают поговорку о том, что умный в горы не пойдет. На самом деле в горы идут очень умные люди, и сегодня мы в этом убедимся. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, Идут лавины от назадной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Сегодня наш гость – председатель Белорусской ассоциации альпинизма, легенда белорусского спорта Эдуард Бернардович Липень. Эдуард Бернардович, вот хочу так немножко неожиданно начать. Я в шахматы не играю, но очень люблю читать, потому что много интересного о шахматах, психологии и так далее. И один мой добрый знакомый, можно сказать, друг, гроссмейстер, я ему говорю, вот знаешь, Виктор, не играю, но люблю читать. Это не хорошо, он говорит, хорошо. Главное, что тебе интересны шахматы. И вот я хотел спросить, я в горы никогда не ходил, но про альпинизм мне всегда было очень интересно читать. Я думаю, это удел абсолютного большинства людей на земном шаре, потому что в горе сходить – это, наверное, нужно иметь и физическую подготовку, и тактическую, и техническую, и даже деньги нужно иметь. Это дороже, чем купить шахматную доску с фигурами и поучиться играть в шахматы. Ну и нужно иметь определенную философию, почему. Я читал много ваших интервью, и там есть такая фраза, что вы заболели альпинизмом еще в студенческие годы, когда ездили в стройотряды в Казахстан. В 1956 году был первый призыв ЦК в ЛКСМ на уборку урожая в Целине. У меня в то время было удостоверение водителя мотоцикла, и поэтому я там проработал целый сезон комбайнером. Этого было достаточно. И вот я в горах встретился с альпинистами, которые уже имели опыт. Их рассказы меня тоже заинтересовали, увлекли. И на следующий год я поехал уже по путевке мединститута в альпинистский лагерь. В советские времена были звания мастер спорта, заслуженный международного класса. И было такое интересное звание «Снежный барс». «Снежный барс» – это было почетное такое звание «Снежных барсов». Видимо, было на порядок меньше, чем мастеров спорта, которое давали людям, которые смогли взойти на все семитысячники Советского Союза. Их было пять. Пик коммунизма, пик победы, пик Ленина, пик Корженевской и Хантенгри. Хочу интересную тему одну затронуть. Это так называемые альпинистские травмы и увечья. Вы доктор, вам эта тема близка? Я как-то смотрел по телевизору знаменитый наш альпинист Мысловский, ну, наш советский. Он после восхождения на Эверест с перевязанными руками говорит, я это сделал, правда, пальцы потерял, но не жалко. Потом я узнаю, что Эдуард Липень, оказывается, потерял пальцы, ног. И делали ему много операций. В советское время травмы эти иногда наступали из-за несовершенного снаряжения. Ну, а отморожение зависит от обуви, от одежды, собственно говоря, понятно. Зависит от того, сколько ты несешь с собой горелок на спине. А ведь до бесконечности это нести невозможно. Зависит от того, сколько у тебя продуктов питания. Ну, и иногда альпинисты попадают в экстремальные ситуации. Все абсолютно предусмотреть невозможно. А за неоправданные травмы, вызванные нарушением этики, законов, техники, не только поощряют, как вы говорите, а могут и наказать. То есть приходится альпинисту часто работать на грани возможного. Человек любопытный. Он пытается всегда узнать что-то новое, добиться чего-то нового. И вот там, где идет на грани возможного, бывают иногда вот такие ситуации. Где-то читал такую вещь, что в горах у каждого свой потолок. Что один человек на 3000 и выше не может подняться, а другой 8. И все равно некоторые поднимаются, свой потолок нарушают и, так сказать, уходят в мир иной. Это я вам как врач скажу. При подъеме на высоту снижается количество кислорода в окружающем воздухе, снижается. И в свое время, до 50-го года, пока еще не было первого восхождения на 8-тысячник, это на Анапорну первые сходили французы, физиологи, врачи писали, что потолок для человека 8 тысяч метров выше мертвая зона. Вот так писали. Ну, а глипинисты это опровергли. Ну, у каждого существует определенная кислородная емкость. Имеется объем легких, количество гемоглобина. Это можно увеличить при акклиматизации, при тренировках можно это увеличить. Иногда оценить свой потолок, ну, при наличии слишком большого чистолюбия, можно и неправильно, и сделать ошибку. На сегодняшний день этого потолка нет. Почему? Потому что альпинизм стал использовать кислород альпинизм. Ну, многие со мной не согласны. Ой, особенно те, кто сходил на Верест с кислородом. Я ни разу в жизни с кислородом не ходил за всю жизнь. Я носил кислород, как лекарство в аптечке кому-то дать. Но я никогда не ходил с кислородом. Вот обижаются, что... Я говорю, Армстронг по Луне ходил с кислородной маской, с баллоном. Когда человек дышит кислородом, это мощнейший допинг. С точки зрения спорта, я считаю, что это несовместимо, с точки зрения спорта. Я провел такой маленький эксперимент. В 1990 году я участвовал в китайско-американно-советской экспедиции на Верест. И вот, когда мы со второго базового лагеря носили кислород на северное седло, мы делали так называемые челноки, подъем вверх-вниз. Я делал этих пять челноков, и при каждом челноке носил по четыре баллона кислорода наверх. И вот сделал я четыре ходки. На каждую ходку у меня ушло что-то три часа с половиной, три сорок. А потом думаю, интересно, что будет, если я пойду с кислородом. Я одел маску, включил три литра кислорода и шел в таком же темпе, как обычно. Нет, с таким же усилием, как обычно, то есть я не торопился. У меня получилось вместо три сорок, я зашел за сорок пять минут. А вот, когда выше, чем 8500 поднимался в 93-м году на вере, с другой стороны, со стороны Непала, я специально посчитал. После 8500 я шел тоже без кислорода, я его не брал, чтобы не брать груза. У меня на один шаг уходило четыре вдоха и выдоха. Четыре раза, потом один шаг вступлю, опять четыре раза вдохну, опять шаг вступлю. Вот так вот замедлилась ходьба. Естественно, если бы я там кислородный одел, я бы сбегал в баню, то что сходил наверх. Женщины в альпинизме. Очень интересная тема. Я когда-то читал записки Ванды Рудкевич. Вы знаете, я был потрясен, я этого не знал. Я не знал, что, во-первых, ну, во всяком случае, в международном альпинизме, мужчины и женщины мне помогают, как она писала, что если ты пошла, значит, это твоя проблема. Никто там ничем не делится. И что женщине не просто тяжело, а в два раза тяжелее. Бывают такие условия, такое положение, когда на это не обращают внимания. Ну, скажем, в Финляндии не существует женской и мужской сауны, ходят они вместе. Я у Фина спросил, как это так? А он говорит, баня доставляет удовольствия намного больше, чем секс. Поэтому мы это игнорируем. Ну, а вот то, что она писала, что никто не помогает. Вот что, если плохо, может мимо пройти альпинист и сказать, ну, ты тут посиди, а я дальше пошел. Скажу. И на это. Безусловно, если есть силы, то помогают. Если есть силы. Иногда бывает ситуация, когда ждут помощи, но нет возможности оказать. На тех же склонах Эвереста падали люди и умирали, и через них перешагивали. Живые спускались, это публикации многочисленные. И нужно понимать, что если бы они попытались, скажем, 2-3 человека стащить человека без сознания с высоты 8 тысяч хотя бы на северное седло, они бы все втроем погибли. На сложном восхождении вопрос о половой принадлежности, в общем-то, он смазывается. Он не существует, но чем выше поднимаешься, тем он менее значимый становится этот вопрос. И я не верю, чтобы хорошо воспитанный культурный мужчина не оказал помощи женщине. Если он может это сделать. Если он это может сделать. Такая есть фигура легендарная. Рейнхольд Мейснер. Человек поднялся на все 8-тысячники без кислорода, и причем без помощи этих шерпов, так сказать, налегке, чуть ли не, не знаю, там, с каким-то записной книжкой в кармане. Как это можно? В Советском Союзе наши альпинисты никогда не пользовались услугами шерпов. Это первое. Сами носили, подносили грузы, спускались и критиковали западных альпинистов, которых чуть ли не носил, как шерпы могут поднять. Я думаю, что они могли бы затащить, ну, не только человека, но и затащить, например, мертвую тушу быка туда наверх. Если им заплатить за это соответствующие деньги. В данном случае я спросил про Мейснера, который ходил один. Ну, все у нас считали, что солист на горе – это угроза безопасности. Ну, на сегодняшний день российские и белорусские ходят и в группах, и в командах, и существует восхождение сольное. Ну, Мейснер – это уникальное явление. Мейснер – это действительно уникальный альпинист австрийский, у которого очень тяжелая судьба. В горах погиб его родной брат. Вообще-то даже тяжело читать. Он написал так, что брат сорвался и, значит, улетел, а я посмотрел и подумал, ну, что я ему могу сделать, и пошел дальше. Бывают случаи изредка. Настолько очевидно, если он был не на 99,9, а на 100% уверен, что он погиб, и на 100% уверен, что его не может снять. Это с точки зрения человеческой морали, безусловно, поступок немножечко такой сомнительной морали, но с точки зрения… Альпинизма. Как бы более-менее на уровне. Может быть, он на этим деньги зарабатывал. Я не знаю. Трудно в душу влезть с человека. Нередко бывает так, что оказать помощь невозможно. Вообще невозможно. Я хотел вас вот что спросить. Это такая очень интересная история. Это Эверест, 90-й год и шкатулка с землей с Кургана Славы. Вот расскажите, как наша земля с Кургана Славы попала на Эверест? Я считаю, что это моя гордость. В 90-м году был еще Советский Союз. Меня пригласили в команду, в сборную СССР, США, Китай, врачом. Мне пришла такая идея, просто как патриоту Беларуси, я вам хочу сказать. Что такое Курган Славы? Курган Славы – это памятник всем городам-героям, всем погибшим в боях в этих городах-героев. То есть мы, собственно говоря, еще когда-то в 60-е годы в Рюгазаках таскали туда землю, привозили комсомольцы из Москвы, Ленинграда, Севастополя, Одессы и других городов. Землю создавали этот Курган. И вот кусочек этой земли, мне пришла мысль поднять на вершину Эвереста, на самую высшую точку земли. Джим Витакер планировал делать восхождение не по отдельности, а чтобы шли вместе держать за руки американец, советский и китаец. Вот так вот. И вот мы эту капсулу потихоньку поднимали, начиная от базового лагеря, все выше и выше. Пусть все знают в Беларуси, что наш Курган Славы вырос на 8,5 километров к небу. То есть он самая высокая вершина в мире, это наш Курган Славы. Есть ведь книги об альпинизме. И довольно много. Я, например, с большим удовольствием прочитал книжку Владимира Соловхина «Прекрасная дегена», называется так, вершина. Ну, я вам хочу сказать, что Соловхин вообще лирик. Он не описывал спортивной стороны альпинизмских восхождений, описывал красоту, духовную сущность. Я вам хочу сказать, что когда поднимаешься наверх, если видишь рассвет на горе, эта красота не сравнится ни с одним шедевром Лувра или Третьяковской галереи, сердце бьется от волнения. Это действительно вызывает невероятный восторг, который трудно с чем-то сравнить, когда вот это видишь наверху. Ну, кроме того, он встречался с людьми, которые были счастливы от общения друг с другом. Как трудно в мире найти единомышленника, который бы мог с тобой поделить твои радости, твои печали, на которого можно положиться. Вот мы в альпинизме. Мы не в переносном, а в прямом смысле доверяем свою жизнь. Когда меня страхует кто-то, и я лезу по стене, я могу сорваться. Но это меня не пугает, я знаю, что он меня удержит на веревке. Вы когда-нибудь своему родному брату, папе, маме, в прямом смысле доверяли жизнь, а не в переносном? Ну да, конечно. А я тысячи раз доверял свою жизнь. Я иду и знаю, что меня держит на веревке. Был у меня случай еще в 58-м году. Я сорвался с гребня в Лутау. Я летел в 45 метров, меня страховал Костя Каспаров. Он тоже был председателем Федерации альпинизма 4 года у нас. Он меня мягко поймал. И мы дошли до финиша нормально, немножко пожурил за этот срыв. Ну, по-хорошему. Тот же Солоухин пишет, что такой есть термин в альпинизме – улетел. Что, ну, упал и разбился насмерть. Есть такой термин? Ну, конечно. Ну, и когда человек срывается без страховки, с большой высоты, неважно, это с горы или с балкона высотного дома, или с самолета, развалившегося в воздухе, он летит. Летит, да. Камень летит. Ну, тут имеется в виду… Это не птица летит на крыльях, а падение. Некоторые люди говорят, что у альпинистов понижен порог, что ли, самосохранения, что чуть ли не скрытая какая-то тяга к суициду. Нет, это неправда. Наоборот. Наоборот. Альпинист настолько любит свою жизнь, что он иногда за неделю не сделает ни одного ошибочного шага, а его жизнь и смерть отделяет один шаг неверный всего лишь. Это влюбленный в жизнь человек, который пытается из этой жизни получить то, что дает ему право считать счастливым. Вы врач, доктор, хирург, анестезиолог. И вот этот известный случай, когда вы сделали операцию при помощи перочинного ножа и лепинистского крюка. Как это так получилось? Ну, опять, это не ради того, чтобы сделать уникальную эту операцию. Просто у меня на глазах он умирал. И я, как анестезиолог, знал, что ему осталось жить не больше, чем 20-30 минут. Но этот процесс уже видели, что там происходит. Он агонирует. Я видел его травму черепа. Это было падение большущего камня на голову. Он шел без каски. Склипированная рана. По целому ряду симптомов можно было определить, в каком месте гематома. И когда я увидел, что его спустить вниз мы не сможем, ни при каких обстоятельствах, это 11 часов вечера было, ну, я пошел на такую операцию отчаяния, можно сказать. Я, когда ее начинал, я не был уверен в ее исходе и считал, что, скорее всего, она закончится плачевно. Но, с другой стороны, в виде умирающего человека и зная, как ему можно помочь, у меня были бы угрызения совести, если бы мы на завтра просто транспортировали труп. Ну, пошел на такой риск. Может быть, если бы это закончилось плохо, меня бы и дипломы лишили, откуда я знаю. Вряд ли. Ну, вот трудно сказать, потому что это нарушение. Просто действительно вот тем, что было под руку. То, что было. У меня был великолепный нож, у меня были хорошие крючья, у меня была аптечка, я же туда поднялся к нему с аптечкой. Это делалось по-медицински, ночью светила девочка фонариком. Все было хорошо. Все кончилось хорошо? Пока я не вскрыл гематому. Когда вскрыл гематому, оттуда, наверное, около стакана крови вытекло. Она светила нормально, а когда кровь увидела, она в обморок упала. Был такой случай. И падая в обморок, ну, уронила фонарик прямо в рану. Я боялся, что он дальше умрет уже от заражения крови, от сепсиса. Ужасно. Бог миловал, как говорится. И как пишут в интернете, он через год приехал, привез ящик коньяка. Было, но я был через год уже на Памире, в другом месте. Ребята говорят, что ты не переживай, мы за твое здоровье выпили. Вы знаете, очень интересно. Я просто уже вам говорил, что в конце у нас такой, очень краткий такой, как бы, вопросник, как говорят, вишенка на торте. Это вопросы Марселя Пруста. Значит, первый. Какая главная черта вашего характера? Это вопрос сложный. У меня много этих главных черт. Ну, одну назовите. Ну. Тут все сложные. Одна из таких черт – это, наверное, любопытство. Узнать то, чего я не знаю. Очень хорошая черта. Вот так. Самая ваша большая удача в жизни и неудача, если они были? Ну, самая большая удача – то, что, честно вам скажу, мы подняли землю Кургана Славы на верес. Я считаю, что это мне крупно повезло, и я этим гордился. И это будет навсегда вашего характера? И буду гордиться до гробовой доски. А неудачи не было? Неудачи. Неудачи, конечно, без этого не бывает. Что бы вы хотели, может быть, изменить в прошлом? Не знаю. Может быть, я напрасно однажды по злости в попыхах демонстративно порвал свою кандидатскую на зло. Да, это да. Было такое. Ну, был такой поступок. Потом об этом я, может, и пожалел, но что уж, сделано, то сделано. Есть ли черта характера у вас внутри, который вы не любите в себе? Есть. Я себе терпеть не могу такую черту характера, как, в общем-то, из-за лени я могу иногда что-то не сделать, а потом думаю, как. Нет, я никого не подводил серьезно, но я себя подводил этим чаще. Сам себя. Чего-нибудь сейчас не хватает в жизни или все нормально? Ой, конечно, не хватает. Я думаю, у любого нормального человека всегда много чего не хватает. Это факт. И два таких самых серьезных вопроса. Первый такой. Если бы дьявол предложил бессмертие без всяких условий, просто как подарок, вы бы взяли или нет? Я очень сомневаюсь, что я бы взял такой подарок, потому что мне с каждым годом все чаще бывают такие периоды депрессии, связанные со смертью моих близких, друзей, знакомых, родственников. И остаться одному. Да мне не нужна, собственно говоря, золотая клетка и бессмертие, если я не могу поделиться своей радостью с близкими людьми. Я не могу быть в театре один, если интересный спектакль. Если какой-то барахло, то мне безразлично. А если он меня волнует, мне чешется золот, поделиться своей радостью, глянуть, улыбнуться. Может быть, я мешаю кому-то даже этим. Но вот такая слабость. Самый последний вопрос. Оказавшись перед Богом, что ему скажете? Я, оказавшись перед Богом, могу сказать, что он придумал очень интересный, так сказать, мир на земле. Очень интересный. Он имеет много противоречий, много вещей грязных, много вещей, которые вызывают восторг. Но, в общем-то, хорошее, наверное, можно оценить только сравнив с плохим. А если все будет хорошее, то ты даже не поймешь, что оно хорошее. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Было очень интересно. Это был Эдуард Липень. Замечательный человек, спортсмен, доктор. Спасибо вам большое. Вам тоже всего наибольшего. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал, на которых никто не бывал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.